Хурма по-чешски — это каки. Регина, 19 годиков. Всем привет! Меня зовут Регина, и я приехала на годовые курсы чешского языка в городе Бурно из России, из города Уфа. Я нашла ПЭЦ по знакомым, которые уже учились в Чешской Республике на этих языковых курсах, и очень хорошо отзывались о процессе обучения, об учителях, о объеме информации. И, в принципе, мне тоже это все понравилось, я все это погуглила. И мы с родителями решили, что это именно та самая школа, в которую я бы хотела учиться в Чешской Республике. Почему я выбрала именно Бурно? Ну, во-первых, это, естественно, то, что эта программа стоила дешевле, чем в Праге. Во-вторых, скорее всего, Бурно больше предназначен для именно первого года обучения чешского языка, потому что, в принципе, какая-то атмосфера в этом городе настроена на учебу, я бы сказала. То есть это студенческий городок, где все приехали учиться, не тусить, то есть в Праге больше соблазнов в этом плане. Изначально я приехала с мыслью, что я поступлю в ЧВУТ на электротехнику, но в дальнейшем я все-таки поступила в Высшую школу экономики на факультет информатики и статистики. Я, наверное, побоялась идти в ЧВУТ, потому что у меня довольно много знакомых учится в этом университете, и я вижу, как они там страдают от учебы, и решила, что я бы хотела чем-то другим заняться, скорее всего, это что-то будет связано с информатикой, чем с физикой, математикой. Вступительные экзамены были математика, английский и чешский язык. Я сдавала, получается, это называется, сейчас вспомню, на нечисто, то есть это как пробный экзамен, и по результатам пробного экзамена я поступила в ВШЭ, то есть я не сдавала уже с основным потоком сами вступительные, мне осталось только сдать чешский язык, который я также успешно сдала. Пробный экзамен проходит точно так же, как и все основные экзамены, то есть ты так же садишься за компьютер, так же решаешь, так же следят, списываешь, ты не списываешь, то есть все точно такая же атмосфера, как и на вступительных, только единственное, наверное, задание полегче, чем на самом основном этапе. Наверное, стоит каждому попробовать, и тем более, что по результатам пробного экзамена можно поступить. То есть не так, что просто попробовал и все, а тебя могут взять. По менеджменту был преподаватель, который с самого первого занятия сказал, я на каждом занятии буду вытаскивать вас из зоны комфорта, вы будете стоять перед всеми, выступать, что-то презентовать. И для меня это было достаточно тяжело первое время, на самом деле. Перед чехами, я единственная белорусская, на чешском что-то говорить. Они же посмеются, вы что? То есть такое немножко было. Потом уже нормально, то есть, ну, всем все равно на самом деле. И как ты разговариваешь, все с пониманием относятся. Я учусь сейчас пять дней неделю, но в один день, например, у меня есть одна пара, в другой день две пары, то есть и какие-нибудь необязательные есть пары, на которые можно не ходить. Но есть два вида, всем известно, это лекции и семинары. На лекции можно не ходить, на семинары желательно ходить, потому что там есть посещаемость, которую отмечают. У нас есть одна обязательная лекция, на которой отмечают посещаемость. Сегодня, кстати, была, и преподаватель просто не пришел. В девять отравы, серьезно. Лекции у нас проходят во больших аудиториях, для двухста человек примерно. А цвичини, семинары проходят в маленьких кабинетах, может быть, с компьютерами, если это какая-нибудь информатика или эксель. И там по 20-25 человек помещается, в принципе. А на Жишкове есть огромные аудитории, наверное, на 400 человек, что ли, примерно. Там тоже проходят занятия. А сейчас, когда я переехала в Прагу, здесь появилась огромная возможность, огромный выбор, куда можно пойти работать. То есть это и агентуры какие-нибудь, и Макдональдс тот же самый. Но я выбрала работу в баре. Работаю барменом, подрабатываю. Приходите, сделаю коктейли. Я начала довольно недавно подрабатывать там, потому что у меня были каникулы, я думала, чем себя занять. И так получилось, что я там оказалась. А сейчас началась учеба, и нужно будет еще посмотреть, получится ли совмещать с учебой. Естественно, если не получится, я уйду, потому что учеба на первом месте. Я сюда приехала все-таки учиться, а не работать. На жилье у меня уходит примерно 3 тысячи крон, даже чуть-чуть, может, побольше, потому что у меня общежитие от университета, и поэтому оно довольно дешевое. Так, в принципе, уходит, наверное, около 20 тысяч рублей вместе с жильем, с продуктами, с связь, дорогая связь. По родственникам, конечно, иногда я скучаю. Но у меня никогда не было какой-то привязанности к дому, поэтому, в принципе, два раза в год ездить домой мне хватает. Я каждый раз езжу, и под конец думаю, когда уже там домой, домой уже в Фрагу. Очень многие ребята с моего города, в том числе, пишут по поводу поступления, спрашивают, интересуются. И я всегда всем рекомендую ехать в Чехию однозначно. И я бы, наверное, каждому, кто смотрит это видео, бы посоветовала на самом деле задуматься об обучении, в принципе, в Чехии, потому что оно того стоит, мне кажется. Даже если какие-то сложности, какие-то проблемы здесь возникают, это все решаемо. Зато взамен ты получаешь кучу эмоций. Просто ты учишься в Европе, тебя окружает такая красота. Не каждому, мне кажется, можно задать такой вопрос, потому что у многих есть там тараканщики в голове, которые сейчас все выльют. Но на самом деле у меня не было, мне кажется, проблем с пэтсом. С учителями все было хорошо, с кураторами тоже. То есть, ну, не знаю, у меня нет никаких негативных моментов, связанных с пэтсом. И я всегда рада была ходить на занятия. И всегда, в принципе, сейчас сидеть на интервью. То есть, все круто. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok